На старт, внимание, марш! Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» на острове Юность в Иркутске. В теплый майский день здесь собрались около тысячи человек, и каждый готов побороться за честь своей команды. Бегу не только для того, чтобы показать какой-то результат, хотя это немаловажно, но бегу для того, чтобы почувствовать командный дух. Впервые подобная эстафета прошла еще в 1935 году, когда в стране активно развивали массовый спорт. С тех пор забеги проводили ежегодно. Бежал весь город, заняты были улица Ленина, Карла Маркса, вся набережная, самая длинная дистанция – более 14 километров. Эстафета проходила и в годы Великой Отечественной войны. Она была настолько популярна и почетна, что принять участие в ней за честь считали именитые спортсмены. В свое время в Иркутске в эстафете бежал Григорий Ивакин, участник Олимпийских игр и чемпион Советского Союза по легкой атлетике, а также Татьяна Гойшик, олимпийская чемпионка 1980 года. Сегодня, как и каждый год, эстафета проходит при поддержке Министерства спорта Иркутской области. Побороться за победу собрались профессионалы и любители – школьники, студенты службов и вузов, сотрудники силовых структур, команды трудовых коллективов, спортивных клубов и многие другие. Когда ставишь свои личные рекорды – это незабываемое ощущение. Ты собираешься поставить рекорд? Свой личный. Я на своей работаю. Ну, попытаюсь команду, конечно, как-то, чтобы она выиграла. Но это не всегда получается. Ну, а самые почетные гости эстафеты – ветераны. Те, кому за 70, наравне со всеми вышли на дистанцию. Чем в самом начале старта заслужили аплодисменты. Аплодисменты! Аплодисменты! Молодцы! Екатерина Нерушкина и Павел Рютин. Новости. Сейчас. Аплодисменты! Аплодисменты! Продолжение следует...